Привет, друзья! Это обычная линейка. Ну а сейчас она превратится в самый острый нож. Который, как видите, отлично режет. Просьба не повторять увиденное, так как можно порезаться. Наверное, многие из вас слышали поговорку «семь раз отмерь и один раз отрежь». Ну и мы её воплотили в реальность. На данном моменте вы видите, как я ножницами по металлу отрезаю ненужную часть линейки и стараюсь придать ей нужную форму ножа. И пока ещё эта форма, ну, не совсем правильная. Тут необходимо отрезать лишнее. Затем будущее лезвие ножа зажимаем в тиски. Ну а для заточки лезвия я буду использовать уже всеми знакомое кухонное точило. Пока ещё лезвие ножа не совсем идеально режет бумагу. И я это постараюсь исправить при помощи такого вот напильника. Кстати, а кто-нибудь из вас видел в продаже ножи с делениями, как на линейке? Ну а после напильника я пробую обработать лезвие наждачкой. Кстати, вот эта наждачка лучше справлялась, чем первая. Ну а теперь лезвие режет намного лучше бумагу. Ну и после всех процедур заточки я беру вот такой вот круг для шуруповёрта и пытаюсь отшлифовать лезвие. Проще всего зажать шуруповёрт в тиски. Так намного удобнее полировать. Ну а если не заморачиваться, то можно обойтись и без этого. Ребят, кто из вас помнит эту ручку? Я её делал для ножа из газеты. Ну а кто не видел это видео, то обязательно посмотрите его тоже. Там как раз показано, как я делал рукоять для ножа. Ну и теперь, когда уже есть отверстие в лезвии ножа, то можно уже ставить и саму рукоять. Но опять же я решил заморочиться и решил покрыть вот таким прозрачным лаком для ногтей эти деревянные накладки. Кстати, напишите в комментариях, как выглядит лучше. До покрытия лаком, либо же после. Но мне почему-то кажется, что с лаком они выглядят как-то получше. Теперь оставляем рукояти засыхать на пару минут и затем ставим их на наше лезвие. Вот так и получился этот нож. И теперь пора его испытать. Таким ножом можно нарезать даже такие тонкие дольки. Если вам понравился такой нож, то обязательно поставьте лайк. В общем, как оказалось, из металлической линейки вполне получается отличный нож, которым можно что-нибудь отмерить и заодно отрезать. Ну а если хотите, чтобы я в следующем видео вас очень удивил, то напишите в комментарии слово «хочу». Ну а на этом пока все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok